Расскажи, ну расскажи. Ну, плыву Буфал стоит, здоровый килограмм, на два. Я над ним завис, на полметра от него. Не пугайте, ничего, стоит. Я его рукой сверху хотел прижать. Прижал, он от меня убежал, ну, вырвался из него. Потом дальше плыву, еще один стоит. Чуть там еще, может, через 100 метров. Думаю, сейчас так же сделаю, он меня опять вырвется, надо по-другому как-нибудь. Ну, в общем, опять его прижимаю уже за голову, просто вниз его, в тину стыкаю, и он туда сам закопался наполовину. Тогда я его уже взял, потому что его можно было схватить хоть как-то. Сам себя в тину закопал. Ну, вот и взял. Килограмм на полтора такой хороший. Все. Я знаю три слова, три матерных слова, сознанием этим я вышел из дома. Всем привет, ребята. Мы сейчас с Юрой и с Денисом Змеем отправляемся на подводный обзор. Оставайтесь с нами, будет интересно. Через окно открывается. Мы приехали, ребята, это дом купца Верни-горы. Смотрите, какое уникальное здание. Кладка старая. Вот, очень все интересно. Здесь живет змей. Мы сейчас поедем с ним на его катере, короче. Вот он, приехал, наконец, этот купец. Купец, слушай. Сейчас мы поедем с ним. Денис, поздоровайся-то, ребята. Ты че? Поздоровайся, скажи, привет. Ребята, сейчас все будет. Сейчас все будет. Вы посмотрите, какой у Дениса челленджер. У него прогресс четвертый. И Ямаха сороковка. Сороковка. Просто Ямаха сороковка. Не эндуро, ничего. Сороковка. Сейчас мы на этом челлендже отправимся душить. Сейчас выкатываю. Все, ребята, мы в пути. Оставайтесь с нами. Сейчас такое начнется. Меня зовут Вова. Просто Вова. Учусь в НТУ и хожу в дискотек. Вот, ребята, вы только посмотрите, как у нас тут красиво вообще. Смотрите, какие есть горы, вообще. Вообще красота. И река вот такая, как море. Море настоящее. Настоящее море тут. Да, Юрий? Ребята, купили лимонадику. Потому что лимонадики, сахар. А сахар дает энергию хорошую. Вот. Юра просил минералки. Нам нужна энергия. Вот, ребята, мы на месте. Да, да, да. Вот, сейчас спускаем лодку, переодеваемся. И погнали. Так, ребята, вот такой прозрак, метров пять. Отличный. Всего вода, вода 12 градусов. Нырять буду в девятке. В девятке, в своей старенькой. Носки семерка. Перчатки пятерка. Одевать буду на масло, как всегда. На масло. Вазеленовое масло в аптеке. Сколько добавлять, я спрашиваю. Первый раз 30 миллилитров. Второй раз буквально 2-3 достаточно. Вот. Кожа мягкая, шелковистая. Лучше всякие шампуни и так далее. Вот. Денис. Ну, а Денис потом сниму, что у него там со снаряжением. Там над рекой летает дракон. Хэви-неттл звучит со всех сторон. Внезапно ночь превращается в день. И с кустов на меня бежит олень. Трудно бежать. Выход найти. Лодку мою захватить. Ну, так-то что, ребят, мы на месте. Сейчас придет. Денис вот тут. Понимаешь? Так, посмотрим, что у него за снаряжение. Денис, что у тебя костюм? Девятка, не упро. Девять. Ружье. Аса. Амарас джет. 50, наверное. Трубка с клапаном виноградова. Маска Коралл. Ласты. Марс Резер. В общем, у нас Юра с матросом. Юр и матросом. Все, поехали. С Богом. Я буду смотреть. Оставайся с нами. Сейчас будет подводное видео. Рокоссовский, смотри. А, этому. Товарищ Сухов, привет тебе. Вот. Ты просил мне передавать, но я тебе передаю. И все с Богом. Работает. Ребята, зацените, какой прозрак. Как не видно. Ребята, короче, вылезли вы. Видите, свечу не видел. Я тоже нет камерок. Че у нас в аварии? Че? Ничего не погребет. Подожди. Вот. Камера, короче, села у меня. Ой, протекла. Сломалась камера. Ой, протекла камера, ребята. Я заебался с этими камерами уже. А солнце идет в воду. Да, да, да. Поэтому, кому не жалко, сколько, блин. Скидывайте, пожалуйста, деньги мне. Донатьте, а. Вот по номеру ссылку дам в описании. На камеры собирать буду деньги хоть чуть-чуть. Потому что, ну реально, ну полтинничек. Так, ребята, короче, подырял я на супер-секретном месте. На борже. Игорь Карасев знает. Миха тоже знает это место. Короче, набил вот таких вот акуней. Молодец. Ага, перемет. Это перемет ты поймал. Ну а что, ну без рыбы и рак рыба. Я радуюсь любой рыбе теперь. Не только за трофеем, не только баточник шатать. Вот. Прозрак хороший. Жаль, снимать не получается. Ребята, скидывайте ее на камеру, пожалуйста. Буду снимать. Всем спасибо, скажем. Вот икра, икра. Будем копчуха есть. Сейчас еще в одно место заедем и там еще погремим. Навстречу мне шаману и его в руках топор. Пошмарно и путается несколько дней. Как мне в реальность вернуться теперь? Как мне уйти от коварной судьбы? Когда же отпустят эти грибы? Все, мы на месте. Сейчас вот здесь вот поныряем еще. Еще раз. И забудет. Может быть, ночев кто-нибудь. Перевернув. Охоте превращается в заблудче. Ну что ж, дорогие друзья. Нифига себе, вот это ты красавец. Вот это охота, если сегодня наша охота. Не удалось нам забыть то, чего мы хотели, но без заблудки мы не остались. Хороши. У всех по судаку. Настрое. У нас три судака, блин. И по... В барже прятали. Некоторые в барже, некоторые вот здесь вот так вот. Здесь бревна бежат. Додки. Так, ну, ладно. Платы что? Не платы, а эти. Денис, дай мне телефон, пожалуйста. Этот. Он на лодке. Тропилы остались, короче. Рассказывай, расскажи. А? Рассказывай, как все. Вот, нырял. Сегодня пришлось глубоко нырять, 15 метров. Подыми, Ксань, подыми. На 16 метров. Подыми, Кулов. А? Подыми, Кулов, пожалуйста. В воде? Да, подыми. Так вот, покрутим. Давай. Давай, давай, расскажи. Не будешь рассказывать? Страшно? Барже нырять. Некомфортно. Че, нырять? Некомфортно? Некомфортно. От руки просто, извините. А вот это вот. Давай сейчас рыбу и все остальное туда занесем сейчас. Я уберу. В этот, так называется, проходи туда. Вот. Рыбу сейчас почищу. И, наверное, скорее всего, из этого буду котлетосы крутить, короче. Эльф Илюшечки оставлю на зиму. Такая фигня, короче. Прям добычу. Да, да, да. Туда несём. Посмотрите, какой у меня замечательный. Пол покрасил он зелёным и жёлтым. Блин, я прям хожу и радуюсь. Мне прям настроение поднимает это. Короче, ребята. Разделаю сейчас вот этих вот судаков. Судаков. Катя, это. Саня Арнаут, твоим ножом. Спасибо тебе, брат, за нож. Спасибо, брат, прям от души. Вот. Значит, вот этим, значит, разделать. Катя велела расфилировать, потому что два филе мы оставим на зиму, а два сделаем рулеты. Вот. Будем свежим. Ну и, соответственно, щёчки. Щёчки я срежу и пожарю. Вот такое вот сколько блюда бы стоило в ресторане, интересно. Вот свежательно. Рулеты сюда как. Знаете, какое изысканное блюдо? Клёвое. Вот такой вот парадокс. Без денег богатый как бы. Разделал я вот сейчас вот разделал их судаков. И вот трогал их. И знаете, вот чувствую, что холодное, холодное, такое ненародное. И первый шок, какой я испытал, вот когда разделал кабана. Вот помните свои ощущения, когда к ним прикатаешься, а он ещё тёплый. И ты чувствуешь вот это вот, как жизнь уходит. Вот очень интересные вот эти ощущения. Совсем другое. Совсем другое. К животным я более отношусь так, чем как к рыбам. Очень вот такой интересный момент. Вот. А некоторые, знаете, есть маньяки, которые любят смотреть расчленёнку. Вот некоторые просят дальше кухню показать. Как вот разделываются. Любят прям смотреть, как разделываются. Маньяки, блядь. Вот на канале этот, у этого, так часто проскальзывают. Аквамастер, аквамастер. Вот он любит там, разделывают. Это особый фетиш, короче. Вот так. Так, чё? Маньячелы, точно. Ага, при зайка. Представляете, с нами с судака были, чем они? Возвращенцы, бля. А ещё, знаете, что интересно? Вот кошка мурлыкала сейчас, спросила, пожрать, короче. Мурлыкала такая, бру-бру-бру-бру. Она реально гипнотизирует эти коты, гипнотизирует, ебать. Ребят, ебать, чтобы бросили кусок и так далее. Про них не знаю. Я реально думал о нём. Надо вот коту дать сюда, надо коту дать. Да-да, вот это, во-первых, жесть какая. Кошки-гипнотизёры. Знаете, друзья, я долгое время, ну, вернее, я всё время озабочен на то, чтобы рыба просто так никогда не пропадала. И всегда все части стараюсь кому-то что-то дать. Вот котам я отдаю всё время вот, значит, половники разные и так далее. Они там выберут. У них маленькие челюсти, маленькие. И не боятся они костей там рыбных. Не будет угодить. Но они всё не оселяли. Головы не могли, позвоночники обработать. Я долго и думал, куда же мне всё это дело девать. Я как бы головы затариваю, чтобы уху поварить. Но у меня всё равно их много остаётся с избытком лишним. Вот. И куда девать? Котыня-си-лядь. Но у меня появилась новая кофемолка. Вулкан, прикиньте. Я приучил его жрать рыбу. Он сначала нюхал, не хотел. Но я говорю, кушай, кушай. Это белок, стыры-пыры. Он стал есть. Кушай, кушай, вулкан. Кушай. Это еда. Ешь, ешь, братан. Всё, ставлю. Видите, нажрался. Не знаю, что сейчас ты не ешь. Ну. Ешь, ешь. Ешь, ешь. Ешь. Ешь, ешь. А, нажрался. Оттаскивай. Ешь, ешь. Это белок. Ешь. Ешь, ешь, ешь. Можно есть, ешь. Он даже простил меня. Он мне сначала, знаете, сказал. Эй, ну, заскулил, я рыбу разделал. Я с котом разговариваю, я с ним не разговаривал. Представляете? И он заскулил такой и сказал. Типа, а тёщи чё, про меня забыл, что ли, братан? Нет, я понял про тебя, у тебя. А вот ещё, смотрите. Ресторан авторской кухни Бухладеш представляет. Судачки а-ля натюре-либо. Как вам такое, дорогие друзья? А? Жесть, да? Нужно разложить. Разложить. Екатя у нас сейчас разложит. Канал видит это. Хотите снимать? Да. Ну, я в этот инстаграм. Давай, расскажи, как ты видишь. Более натурально она говорит. Вот так побросали, как бы. Вот так. Вот так. Набросили просто. Не специализм. Просто так кучкой наваляли. Вот так. Вот так небрежно, чтобы бежал у него. Вот так. Вот так она. Налепела в ад. Давай я сфотчую. Там ещё фотография. И вот дела. Вот и сверху. 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 Да. К чему же это? Ужас какой. Ты намекаешь, что у меня и стоит, кошмар? Спасибо. Сверху. Сверху. Спасибо. Спасибо. Lasоку.